Друзья, все, что вы сейчас видите, это сделано из пенопласта. Ну и, собственно, о том, как это происходит. И не только мы поговорим с руководителем производственной компании продукции из пенопласта, Женей Шумовым. Женя, привет! Привет! Очень здорово, что ты пришел слушать. Хорошо, что все это принес. Как вообще началась эта история? Почему из пенопласта? Что там было вообще 15 лет назад? На самом деле, я предлагаю сегодня еще немножко и потворить в студии. И вот с этого мы начнем. Ага, с процесса. Да, с процесса и в процессе всего этого. Хорошо, Пашка у нас как раз мечтал что-нибудь создавать с своими руками. Что? Линейка, канцелярский нажив, фломастеры, пенопласть? Мы сегодня взяли только то, что любой из зрителей может найти в любом абсолютно магазине и сделать... У нас сегодня передача «Сделай сам». Класс! У нас сегодня поделочки. Постараемся вырезать из плоскости несколько сердечек. Так. Вот, одну будешь делать ты, Паш. Можно это делать ножом. Можно вырезать ножом. Мы для того, чтобы ускорить этот процесс, возьмем электролобзик. Ага. Ты думаешь, что наш Паша справится? Сейчас я посмотрю. Я уверен, да. Вот это профессионально. Вообще, смотри. Сложно разговаривать во время рабочего процесса. Ты понимаешь, просто ты так уверенно. Он нам чуть-чуть стола отпилил. Ну, ничего страшного, нормально. Давай, давай. Мы доклеим из пенопластка. Друзья, несколько секунд, и на ваших глазах появилось сердечко. Вот это профессионализм. Это пока заготовочка, она еще слегка кривовата. Павел, я предлагаю дальше тебе. Давай, Пашка, я верю в тебя. Давай, давай, давай. Ты хочешь общаться? Да, конечно. А ты все справишься сам. Страхуй его, Жень. Я, честно говоря, за него очень переживаю. Сколько нужно учиться вообще? Я просто отставать чуть подальше. Да, да, да. Давай, Пашка. Там чуть-чуть осталось кого-то стола. Молодец. Начинаем все самое интересное. Столк, аккуратно столк. Давай, давай, давай. Бинго. Паша, это просто шедеврально. Ребята, посмотрите. Жень, вообще, ну как долго нужно учиться, чтобы вот это все, ну хотя бы какие-то фигурки начинать делать круто. На самом деле, пять лет назад мы задумались, как оформить машину к 9 мая, как сделать что-то вау, экшн какой-нибудь. В интернете нашел информацию о том, что можно это делать из пенопласта. И первый раз, пять лет назад, мы оформили несколько автомобилей. Мы сделали башни танков, мы нашли пикап, сделали из него Катюшу, повесили ракеты. Ну то есть 15 лет ты в шоу-бизнесе, 5 лет ты занимаешься как раз изготовлением разных фигур. Да, да, именно так. Слушай, ну они же не прям полностью из вот такого пенопласта, они как потяжелее. Пенопласт абсолютно разнообразный бывает. Паш, смотри. Сначала мы из вот такого плоского будем с тобой делать объемное, красивое, настоящее сердечко. Для этого обыкновенный канцелярский нож. И начинаем срезать углы. Да, просто подрезать уголки. Сейчас будет такой ювелирный процесс. Ну все, понятно. В общем, первое, это была машина, да, на 9 мая. С тех пор уже много различных скульптур и в торговых центрах, и на городских праздниках, не только в нашем городе. Слушай, а у тебя есть какая-то такая мечта, где бы ты хотел, чтобы были твои произведения, или может быть ты бы хотел какое-то место преобразить конкретное? В Лувре скоро мы увидим. Дуна вот эта. У нас на самом деле очень много арт-объектов городского типа, которые садово-парковые. У нас парковые зоны оформляются арт-объектами от профессиональных скульпторов. Мы хотим рано или поздно до этого тоже дорасти, чтобы в каких-то парках были наши арт-объекты. Круто. Слушай, а этот ждун, которого ты принес, ты сказал, что он с вами там периодически есть? Это наш друг, это наш друг, он живет у нас в цеху, это не заказ, и он бывает абсолютно на всех мероприятиях, куда я... Ждет начало. Да, он ждет начало, иногда ждет окончание, иногда ждет зарплаты, он очень много чего может ждать. Слушай, ну вот пять лет, ты своими руками в том числе, у тебя образование художественное есть, или это не нужно оно совершенно? Нет, художественного образования у меня нет, я хоть и заканчивал университет культуры и искусства, но немножко по другой специальности. То есть не мешает совершенно, это вот жизнь реально подсказывает, да, с заказа и креатив делать свои дела. Так, а была необходима в творчестве, необходимость в творчестве, поэтому... Ну, то есть что там, как ты скажешь, как у Паши получается? Паш, смотри, еще, еще больше, теперь первый круг, да, теперь можно второй. Второй, понятно. Вообще, в зависимости от количества времени, можно уделять этому процессу, вылизывать его, так сказать. Бесконечно, да? А какое по времени самое длинное производство было одной из конструкций, вот, ну, самой длительной по исполнению? Порядка двух месяцев мы готовились к рекорду, мы установили мировой рекорд, да. Так, так, так. Мировой рекорд, он зафиксирован в книге рекордов России, мы сделали самую большую в мире бутылку. Но она же не простая. Из пенопласта. Из пенопласта, да. А рекорд заключается именно в том, что это не муляж бутылки, а именно функциональная бутылка водоизмещением 5000 литров. На фестивале туда было налито 5000 литров, и из этой именно емкости угощали людей. Ну, кто... Это надо иметь какой огромный рот, чтобы пить из такой бутылки. 5000 литров. Да ладно. Не, у вас с чем? Какая она? Паш, мне интересно, сколько человек было задействовано в этом процессе? Ну, явно же не два, не три там. Не жду. У нас команда относительно небольшая, у нас порядка пяти человек работает, но на большие проекты до 20, до 25 человек. У меня сейчас, уже в это прекрасное утро, в цеху трудится порядка пяти-семи художников, можно им помахать. Привет, художники! Да, они разные силы. Привет, мы вам сердца делаем. Вот такую красоту. Помогаем. Класс. А теперь берем наждачку и делаем его, да, делаем его глазами. То есть финальная стадия будет зашкурить, придать форму более гладкую, правильно? Да, убрать все эти грани, все эти неровности. Друзья, этим утром у нас в гостях Евгений Шумов, человек, который создает невероятную красоту из пенопласта. Ты же обучаешь, если кто-то захочет, можно к тебе обратиться? Да, не так давно мы проводили мастер-класс в Казахстане, в Алма-Ате, проводим мастер-классы в Краснодаре, но это... И так востребовано? Это зимой. А, все, хорошо. Летом мы работаем, зимой мы учим. Итак, ждем зимы, чтобы научиться, а пока вы можете пересмотреть интервью на сайте kuban24.tv. Оставайтесь с хорошим утром, далее вы сможете узнать, как пережить ретроградный Меркурий и отметить День Куража. Субтитры сделал Dня Куража.